Наполеон Хилл, Дума и Богатей Новая интерпретация 52 блестящих идей Карен МакКредди Глава 8 Будьте преданы своей цели, иначе не стоит даже начинать По словам Хилла, первым словом достижения богатства является желание Каждый, кто хочет преуспеть в каком-то начинании, должен быть готов сжечь свои корабли И отрезать все пути к отступлению Это единственный способ сохранить нужный для победы моральный настрой Жгучее желание победить, без него успех невозможен Эта идея проходит через века, появляясь, к примеру, в трактате «Сунды и искусство войны», написанном 2500 лет назад Генеральный китайский полководец писал «Видя войску, следует ставить его в такие условия, как если бы, забравшись на высоту, убрали лестницу» «Упределяющая идея» «Нельзя достичь ничего стоящего и весомого, действуя в полума, последствия и полсилы» Исаак Барро ученый «Двое самых богатых людей на планете, недавние друзья Уоррен Баффет и Билл Гейтс, как никто, знают, что для успеха необходимо прекратить все запасные выходы и поставить на карту все» «Уоррен Баффет, получивший прозвище «Мудрец и замахи», самый успешный инвестор всех времен Он является главным акционером и генеральным директором холдинга «Бергшир Хатвей» Большинство профессионалов, работающих на фондовом рынке, чувствуют себя в некотором смысле в безопасности, поскольку, совершая ошибки, теряют не собственные деньги, а лишь деньги своих клиентов Баффет – дело другое Будучи главным акционером, он точно так же, как и доверившийся ему инвесторы, складывают все яйца в одну корзину Пути к отступлению для него отрезаны, а если уж он допускает инвестиционные ошибки, то страдает от них на равность другими инвесторами Скромный и непритязательный, сейчас Баффет больше озабочен тем, как лучше распорядиться своим впечатляющим богатством В июне 2006 года в фонд Билла и Мелинды Гейтс он перечислил 30 миллиардов долларов В декабре 1974 года Пол Аллен ехал в Гарвард, чтобы встретиться со своим школьным товарищем Биллом Гейтсом По дороге он купил свежий номер журнала Popular Electronics На обложке красовался Altair 8080 Первый в мире микрокомпьютер, способный соперничать с коммерческими моделями, как гласит заголовок Убежденный в том, что рынок домашних компьютеров вот-вот взорвется А какие же компьютеры без программного обеспечения Гейтс позвонил в компанию MITS Micro Instrumentation and Telemetry Systems, изготавливающую Altair И сообщил, что разработал язык программирования BASIC, который можно было бы использовать на их компьютерах Аллену предложили встретиться Однако, следует сказать, что в тот момент ни Аллен, ни Гейтс еще даже не приступили к созданию программы И в них и компьютера не было Зато они имели жучее желание и готовность отрезать себе все пути к отступлению Чтобы добиться поставленной цели Восемь недель спустя Аллен прибыл в MITS, чтобы продемонстрировать готовую программу Даже не испытывая ее предварительно на Altair Демонстрация прошла на ура И компания MITS договорилась с Гейтсом и Алленом о приобретении у них прав на созданный им BASIC Вот спустя Гейтс бросил учебу и вместе с Алленом основал Microsoft А в остальные, как говорится, история Идея на заметку Запишите, какие три действия вы совершили за последнее время для достижения стоящей перед вами цели Не замечаете ли вы при ближайшем рассмотрении, что какими-то из этих действий подготавливаете себя к путь к отступлению Прибегаете ли вы к каким-либо оправданиям из списка хила Смотрите приложение А Когда вы подстилаете себе солому, чтобы мягче было падать Этим вы фактически гарантируете падение Вы должны быть всецело преданы своей высокой цели Твердо держаться разработанного плана и заколотить все запасные выходы Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! SLS